На онлайн-брифинге, организованном региональной службой коммуникации, обсудили переход на новые формы управления объектами кондоминиума. Посредством программы Zoom участие приняли руководители ответственных отделов Акиматов по области. В рамках реализации реформы утверждена дорожная карта, по которой до конца текущего года на новые формы управления должны перейти 2211 жилых домов. На сегодняшний день в Павлодарской области проведена работа по регистрации 1417-й квартирных жилых домов, что составляет 64% от общего плана перехода. По целях реализации реформы по внедрению новых форм управления проводятся такие мероприятия, как утверждена дорожная карта проведения собраний собственных квартир по каждому жилому дому и медиаплан по разъяснению данной формы. Разъяснительную работу с населением также проводят представители профсоюзов, партийных организаций и депутаты маслихатов. По словам Марселя Алмазовича, в преддверии отопительного сезона количество переходов на новые формы управления значительно возросло. Отчеты о проделанной работе представили руководители отделов всех трех городов области. Образовано у нас 499 новой формы управления, это 46 осей и 453 ПТ. От количества магазинов жилых домов подлежащих переходов к новой форме управления. Это у нас 679 МЖД, должны перейти до конца 1 вюля 2022 года. На сегодняшний день у нас в собственных квартирах около 87 МЖД ведутся работы по определению ответственности лиц, то есть они уже на стадии определения новой формы управления. В Экибастузе регулярно проводятся встречи с жителями многоквартирных домов. Ведутся разъяснительные беседы. Основной принцип – один дом, один счёт. То есть средства, собранные с одного дома, будут направлены исключительно на его содержание. В форме ОСИ и ПТ намного лучше подготовка идёт к отопительному сезону, нежели в рамках КСК. Да. Что-то ОСИ и ПТ не являются коммерческими организациями, в отличие от тех же существующих сейчас управляющих компаний, которые есть там в БРАКах КИО, там есть ИП, у которых всё равно одна из целей стоит получение прибыли. Там, где зарегистрировано ОСИ и ПТ, все эти деньги направляются только на нужды дома. Соответственно, и уже будет отражаться и подготовка самого дома к отопительному сезону в более положительном эффекте. Согласно закону, с 1 июля 2022 года привычные КСК и КСП прекратят существование. В связи с чем жителям многоквартирных домов необходимо уже сейчас сделать выбор в пользу одной из новых форм управления. Продолжение следует...